здравствуйте друзья в эфире геоэнергетика инфа максим радайкин и сегодняшний мой собеседник александр фролов здравствуйте 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 европейский газовый кризис далек от завершения сообщает bloomberg запасов европейских пхг может не хватить проблема в том что газ перетекает в азию spg танкеры больше не выстраиваются в очередь у европейских берегов а если зима окажется холодный то имеющихся запасов может банально не хватить вопрос понятен давайте мы начнем со статистики вот как раз она созрела не так давно новая европейская статистика по данным евростата в июле 2024 года объем потребления газа в европейском союзе составил 17,7 миллиарда кубических метров много это мало это ну для понимания в абсолютно провальном 2023 году в июле потребление было 18,3 до разница не очень не столь радикально ну где-то 600 тысяч 600 тысяч 600 миллионов кубических метров но тем не менее это это разница более чем заметно если мы посмотрим на графики импорта газа то мы увидим что каждая неделя 2020 2024 года является показатели как практически каждой неделе являются более низкими по импорту газа из всех источников чем показатели импорта газа за предыдущие годы за аналогичные периоды то есть и потребление газа в европе и продолжает сокращаться и в то же время сокращается импорт что в общем то логично зачем вам импортировать если вы меньше потребляете логично более чем соответственно мы сейчас видим что только пожалуй вам один из зимних месяцев я сейчас извините сходу не вспомню в какой то ли в январе соответственно то ли феврале показатели по моему в январе все-таки показатели были выше чем в двадцать третьем году по потреблению газа в целом в европейском союзе но это было связано скорее с температурными обстоятельствами чем с восстановлением спроса в домохозяйствах в целом в среднем при прочих равных условиях и тем более восстановление в промышленности тоже не не стоило ожидать некоторые подвижки были в области электроэнергетики но собственно говоря вот на нее рост и пришелся в дальнейшие месяцы прошло произошло сокращение оно продолжается изменения в целом в среднем по европейскому союзу не происходит в отдельных странах бывают подъем в отдельных странах бывают некие намеки на тренд хрону на на некий рост точнее восстановление потребления но в целом это не сказывается на общей картине это вот статистика касательно текущего момента если посмотреть на сжиженный природный газ упомянутый вот максимом то мы увидим что скажем так вот на прошлой неделе импорт сжиженного природного газа в европейском союзе составил примерно полтора миллиарда кубических метров ого казалось бы полтора миллиарда это же это же огромная величина если посмотреть на средние показатели до 22 года то это прям максимум это вот прям на графике который соответствует максимальному импорту сжиженного природного газа то есть это же много если не смотреть на 22 23 годы где за тот же период импортировалась два миллиарда кубов и более то есть в неделю во второй половине лета импортировались более двух миллиардов кубических метров газа в неделю в отдельные периоды но в отдельной неделе суммарный импорт составлял порядка трех миллиардов кубических метров да сейчас конечно особо и предпосылок то для большого для значительного импорта нет подземные хранилища как говорят нам все новости у нас ведь в новостях всем интересно что же там в европе творится а не что в наших подземных хранилищах газа происходит кстати если вам интересно ну вы конечно напишите но будем честны когда мы снимаем ролик про то что у нас в пхг происходит я никого не хочу обидеть но скажем так то долины та доля аудитории которые интересны что же сколько же у нас там в подземных хранилищах газа какие новые подземные хранилища у нас открывают какие где там в иркутской области что у нас будет что у нас еще будет на в пределах действующей единой системы газоснабжения это вот вот часть аудитории которая это интересно меньше той части аудитории которая интересно что там у них так вот поэтому что там у них дорогие друзья у них там сейчас более 2 более 95 миллиардов кубических метров газа накоплено в подземных хранилищах то есть учитывая текущий уровень спроса этого в целом наверное даже достаточно хотя вот господа в блумберге сообщают что нет вы знаете кризис скорее всего не закончился и при определенных обстоятельствах вот накопленных запасов может не хватить мы сейчас поговорим об этих обстоятельствах но пока пока уточню что при текущем спросе при том спросе который был в течение прошедшей зимы 95 миллиардов кубов хватит более чем хватит а учитывая снизившиеся потребление относительно того что было даже в прошлом году хватит тем более а я напомню что в 2021 году потребление газа в европейском союзе составляла 415 миллиардов кубов в 22 году 363 миллиарда кубов а в 2023 году 330 миллиардов кубов примерно ну и соответственно сейчас по итогам этого года будет еще меньше поэтому 95 миллиардов кубов и там даже еще под накапливаю чуть-чуть будет наверное 100 может даже больше 100 миллиардов этого хватит ну а так как текущий спрос небольшой на интенсифицировать закачку в подземные хранилища не имеет никакого смысла то импорт тоже продолжает падать а что же это за обстоятельства которые заставляют bloomberg говорить о том что ну фактически противоречит некоторым комментатором под нашими видео и говорит что кризис то не закончился и так что это за обстоятельства которые могут привести к ай-яй-яй-ю самое страшное обстоятельство это рост потребления если вдруг европейская промышленность скажет ну нормально цены устаканились вроде как роста какого-то значительного не предвидится будем увеличивать объемы производства и для этого больше потреблять природного газа то может так получиться что в то же время похолодает одновременно с этим ветряки встанут знаете ветряки как-то иногда могут не работать особенно при некоторых погодных явлениях которые приводят к тому что ветер ну очень и очень слабенький такое наблюдалось в германии в семнадцатом году такое наблюдалось в двадцать первом году по всему европейскому союзу что в том числе привело к резкому подорожанию цен на электрическую энергию газ и уголь и на фоне всех остальных явление привело также к энергетическому кризису в мировом масштабе так на секундочку замечу я а то опять же многие считают что энергетический кризис в европе начался после февраля 22 года нет он начался в июне 2021 года как и во всех остальных странах мира кроме тех где регулируемые цены на тариф и кто является на это экспортером на это экспортером энергоносителей большая часть наших зрителей смотрит нас именно из этой страны вот то есть если произойдет рост потребления связанный с погодными факторами связанные с восстановлением частичным восстановлением промышленного производства с одновременным сокращением производства электрической энергии из возобновляемых источников в первую очередь на ветро электростанциях то спрос на газ может потянуть за собой цены потому как евросоюзу придется столкнуться с с конкуренцией ценовой с азией по сути нету отдельно европейского отдельно азиатского рынка они на протяжении довольно уже продолжительного периода порядка пяти лет как минимум работают как единый рынок такой знаете сверх крупный сверх ну или если угодно сверх рынок евразии можно конечно их рассматривать отдельно но учитывая что движение на одном рынке приводит к движениям абсолютно аналогичным на другом рынке то наверное это по сути один рынок так по большому счету вот это в свою очередь означает что европейскому союзу то есть придется перейти к опять ценовой конкуренции за газ к ценовой войне с азией ведь тут еще какой момент если проблемы будут связаны с похолоданием то похолодание будет скорее всего не только в европе похолодание скорее всего будет как бы и в других регионах мира в северном полушарии знаете вот северное полушарие оно вот как бы там везде зима будет и может так получиться что холодно будет и в европе одновременно и в азии такое по удивительному стечению обстоятельств периодически происходит и может так быть что и ветер будет слабо дуть и в европе и в азии что дополнительно подстегнет спрос на ископаемое топливо опять же это не теоретизирование в полном смысле этого слова потому что мы опираемся на уже на тот на примеры аналогичные которые были в предыдущие годы завершая то есть знаете агентство блумберг почему-то знаете тоже заметила что что кризис не завершился о чем мы тут говорим что сейчас возникают предпосылки для завершения кризиса вот предпосылки возникают а завершение все нет и нет предпосылки возникли вот в начале двадцать четвертого года и вот как-то вот они предпосылки сохраняются а и кризис вместе с ними сохраняется вот не завершается вот потому что азия это крупный растущий рынок, самый интересный рынок на планете Земля, не Европа. Рынок падающий, угасающий. Это не значит, что в Европе никогда не будет роста спроса, кстати. Вдруг кто не понимает. Я понимаю, сейчас у кого-то просто может мозг взорваться. Как? То есть, это что же? Это развитие каких-то рынков, оно не линейно? То есть, если что-то падает, то оно не продолжит падать дальше, оно может начать расти. Да, представляете, вот такая ситуация. Все несколько сложнее, чем некоторые лидеры общественного мнения вам рассказывают периодически. Да, европейский рынок сейчас падает, продолжает падать. Предпосылки для восстановления у него есть, но для того, чтобы он перешел от падения к росту, должна совпасть масса обстоятельств. В том числе должны возникнуть условия для кризиса перепроизводства, который мы видим на рубеже 25-27 годов. Там кризис, перепроизводство может возникнуть. Представляете, какая интересная штука. Но при этом Европа не является самым интересным рынком. Для нас они интересны, потому что они рядом. Туда трубу бросил, вот, пожалуйста, они покупают. И если бы труба... Все трубы туда лежали и действовали, они бы сейчас покупали гораздо больше газа, и они бы уже перешли к восстановлению потребления. Но мы имеем то, что имеем. Кстати, а могу ли я подтвердить свои слова чем-нибудь? Могу. Импорт газа из России в 2024 году растет. И с жирного природного газа, и трубопроводного природного газа. Он растет относительно аналогичного периода 2023 года. Вот мы записываемся в конце августа 2024 года. Вот до сих пор поставки выше показателей 2023 года. Каждую неделю, абсолютно каждую неделю текущего года. Они не фантастические. Но там, знаете, упираются в пропускную способность газопроводов. А вот из других источников сокращают закупки. Норвегия немножко повысила, но только потому, что у них провал был в 2023 году в связи с некоторыми ремонтными работами. Да, они тоже повысили. Ну, то есть вышли на свой обычный уровень. Так, на секундочку. Ну и завершая, прям вот завершая, завершая. Кризис не закончился. Не закончится он пока, не возникнет. Достаточные предложения в мире. Но достаточные предложения – это довольно эфемерное, довольно непонятное понятие ввиду того, что есть еще такая штука, как Азия с ее растущим спросом. И вот вы упретесь в какой-то момент рогом, можете упереться рогом с Азией, особенно если вас подведет погода. Холодная погода, безветренная погода – это главный враг европейского рынка. И тогда, да, при определенных обстоятельствах, особенно если февраль будет таким, как в 2021 году, а это не так давно было. Это не какая-то, опять же, фантазия. Пожалуйста, в Мадриде снег, низкие температуры, рекордное извлечение газа из подземных хранилищ, мамородное, что происходит, а цены растут. Но они тогда не знали еще, что такое настоящий газовый кризис. Но вот потом газовый кризис случился, и предпосылки его как раз были в начале 2021 года. Если повторится эта ситуация, да, действительно, в Европе может не хватить того газа, который был накоплен. Это не значит, что обязательно не хватит. Это просто вероятность, с которой надо считаться. Кстати, с ней надо считаться в том числе, когда европейские власти надувают щечки и говорят, ой, да нам не интересен транзит российского газа через Украину. Да-да, конечно. Особенно с 1 января 2025 года. Он вам абсолютно не интересен. А вот потребителям очень интересен, и это подтверждается статистикой. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, в наше неспокойное время, когда YouTube блокирует, замедляет, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетик Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в это нелегкое время. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.